Дорогие друзья, меня зовут Кирилл Кошерин, это время регби. Сегодня с вами будем подводить итоги высшей лиги Париж-Чемпионата России по регби. Ну и не только об этом, поэтому будет круто. Пристегивайтесь, погнали! Сегодня в выпуске. Финал четырех. Инсайды от участников. Подводим итоги сезона. Наш рейтинг. Лучшие игроки вышки. Челлендж Эммы. Проверяем на прочность парней и славы. Все это и не только. Время регби. Начинаем! Можем, да? Нормально? Главная новость, дорогие друзья, это финал четырех пари высшей лиги. Балтийский шторм в невероятной игре обыграл сборную Санкт-Петербурга, но про финал мы поговорим чуть-чуть попозже. А пока к другим новостям. Смотрим. Сборная России впервые обыграла русских барбарианс. В матче, который прошел 12 октября на Самара-Солидарность-арене, команда Александра Первухина выиграла 38-21 и завоевала Кубок Абаленского. И все, дорогие друзья, есть победа! Стоит отметить, что в своих дебютных матчах за медведей свои первые попытки совершили Лейтон Экстен, Франсуа Эстер Хьюйзен и Рашид Магомед Саидов. Какой молодец! Какой молодец, Магомед Саидов! Кубок Соколова уехал в Зеленоград. 12-13 октября в Сочи прошел традиционный турнир среди детских команд Кубок Соколова-2024. У нас атака продолжается, и это попытка, это еще одна попытка приморцами. Всего в турнире принимали участие 36 команд. В финале Селеноград-Мар обыграл пензенский локомотив и стал победителем Кубка Соколова. Вперед, Горец будет контакт делать, и попытка должна быть, попытка! В матче за третье место Горцы вырвали победу у ЦСКА и завоевали бронзовые медали. Красный Яр – победитель первенства России по регби для игроков до 20 лет. Турнир прошел в Сочи с 5 по 13 октября. Красный Яр одержал победы во всех пяти матчах, а в решающей встрече обыграл Енисей СТМ в Красноярском дерби 28. Серебряные медали у тяжелой машины. Бронзовые – у приморца «Олимпийские надежды» Санкт-Петербурга. ЦСКА – чемпион по регби 7 среди женских команд. Заключительный десятый тур прошел 19-20 октября в Краснодаре. В финале ЦСКА обыграл своего главного конкурента – ВВА Подмосковья. 10-0. Подопечные Александра Алексеенко одержали победу в семи турах из десяти и в четвертый раз к ряду стали обладательницами золотых медалей чемпионата. Команда из Монина завершила сезон на втором месте. Бронзовые медали чемпионата забрала Краснодарская Кубань. Федерация Рэгби России и Матч ТВ продлили сотрудничество на сезон 2025. 17 октября в Уфе на форуме «Россия – спортивная держава». Федерация Рэгби России и телеканал Матч ТВ объявили о продлении сотрудничества на сезон 2025 года. В рамках соглашения крупнейшие турниры – Пари чемпионат России и Пари Кубок России – продолжат транслироваться на федеральном канале Матч ТВ, обеспечивая зрителям доступ к лучшим противостояниям российского рэгби. В переходном сезоне 2023-2024 года Матч ТВ провел более 40 прямых трансляций матчей по рэгби в федеральном эфире, а также более 100 на тематических каналах группы, что позволило охватить аудиторию свыше 60 миллионов телезрителей по всей стране. Енисея СТМ собрал золотые медали юношеского чемпионата России по рэгби. В Красноярском дерби тяжелая машина одержала пятую победу из пяти возможных, обыграв «Красный яр» 22-10 и закончила турнир на первом месте. Серебряные медали у Московской Академии Рэгби. Бронза отправилась в Пензу вместе с Локомотивом. Ой-ой-ой-ой-ой, Данил Погодаев, 5-0, шикарнейший удар себе на ход. Резервные сборные России провели два тест-матча. Обе встречи прошли в Зеленограде на поре Московской Академии Рэгби. В первой игре сборной России до 23 лет «Красная» проиграла сборной России «Синие» 26-34, составленной на базе «Динамо». Во втором матче сборной России до 19 лет благодаря хитрику форварда Савелия Слободкина оказалась сильнее сборной России до 23 лет со счетом 28-21. Ой, какая красота! Итак, дорогие друзья, хочу вместе с вами погрузиться в атмосферу финала четырех. Специальный репортаж из Краснодара Михаила Плеханова. Смотрим. Законно приглашается. Участие матча за гробцевые медали. Парива Шелиги. День главных матчей финала четырех, друзья. Сегодня сразу две суперигры в Парива Шелиги. Мать проходит на классном обновлённом стадионе «Динамо». Очень много болельщиков. Здорово, ребят. Как настроение? Пришли на рэкби сегодня посмотреть. Да. С рэкби знакомы вообще? Я не очень. Что ожидаете от игр? Надеюсь, что богатыри выиграют. Богатыри местные, да? Ну вы все отсюда, правильно? Нет. За ЦСКА. За ЦСКА. Я тоже. Ты кто, богатыри или ЦСКА? Богатыри! Богатыри! Да что такое? Богатыри! Богатыри! Хорошо! Хорошо! Попытка команды ЦСКА! Если первый тайм проходил под девизом равной борьбы, то во второй половине нужно будет как-то добавить богатырям, потому что прямо сейчас они уже уступают в счете со счетом 27-13. Что мы выезжаем с хорошим настроением. Это самое главное. Мы получили сегодня удовольствие. Да. Мы сегодня кайфанули от игры. Мы сами видите, что мы можем играть в эту иглу. Да! Москва! ЦСКА! Спасибо команде, что они за самодачу, что мы забрали бронзовые медали. Вы ЦСКА! Мы победим! Вы ЦСКА! Мы победим! Вот и первый матч закончился. И несмотря на все усилия Богатыри, победу одержал московский ЦСКА и стал бронзовым призером пари выше лиги. Ну а теперь нас дальше ждет самый решающий матч. Балкисты ждуткая игра! Дисборная Санкт-Петербурга! Ну как в целом игра пока Петербурга? Они завоевали наше сердце. Эксперты все говорили, что четвертое место и домой. Но они пока показывают очень качественную игру, доминируют в схватке, в контакте, дисциплинированно защищаются очень молодцы. За первую минуту второй половины Калининград отыграл все то преимущество, которое было в сборной Санкт-Петербурга. И сейчас на табло счет уже 21-21. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Мы чемпионы! Мы чемпионы! Ну давай рассказывай, что рассказывать. Все, вот наши цвета на стадионе. Наша победа. Мамочка, Ксюшечка, дочечка, я вас люблю. Это все для вас. Прекрасное красивое небо над Краснодаром оповещает нас о том, что завершился, практически завершился сезон пятнашки в российском регби. Друзья, всем большое спасибо и всем пока-пока. А смешные моменты там дальше? Сезон закончился, чемпион высшей лиги определился. Поэтому нужно сделать что? Правильно посмотреть самые лучшие эффектные моменты. Смотрим, это Супер ТОП. Супер ТОП. Лучшие попытки в высшей лиге. Атакует Спартак, Янгураза. Вот это передача партнеров. Нарывает линию защиты. Дмитрию Федотову из Спартака оставалось лишь убежать в чужую зачетку. Хорошая передача. И это будет попытка. Затяжная атака Балтийского шторма. Пошел прорыв в линии. Красивый удар ногой. И приземление. Самира Хиерхабарова. Сейчас мяч может вполне пролететь через зачетку, а в итоге это попытка будет. Короткая перекидка сработала. Бондаренко вовремя подкинул мяч ногой. Обошел соперников. И отдал мяч капитану. Что-то армейцы как-то расклеились. Джентльменский поступок. Не менее красиво, чем попытка. И ответный дроп-гол в исполнении Кураева. Показывает Павел то, что и он может выполнять такие удары. Павел Кураев не растерялся и забил дроп-гол в матче против Филей. Веер сработал на все сто. Какая же классная ручка здесь была. Никита Шипулин получил передачу и убежал в зачетку сборной Санкт-Петербурга. Никита Шипулин, сам ты и занес попытку. Блестящая гомбинация армейцев завершается попыткой Никишкина. Нет, сам какой пас Перова, Никишкин. Перов, ты волшебник, Дима. Атакует сборная Санкт-Петербурга. Идеально довели на край. Широко растягивают оборону. Михаил Зарицкий-Музыкус поймал мяч на левом фланге и прыгнул за пятью очками. Михаил Зарицкий-Музыкус. Лидер Балтийского шторма Саша Вознюк завершил красивую веерную атаку шторма приземлением в зачетку своей бывшей команды. Сейчас будет первая попытка. Александр Вознюк 5-0 делает счет. Бронзы ЦСКА могло и не быть без шикарного начала второго тайма с богатырями. Удачный оскок ли ЦСКА и что здесь? Смотрим попытку Пилишукова. Еще одна попытка. Это попытка. Победная попытка в финале не могла быть некрасивой. Хорошая качество удара поворотом. Это все прекрасно. Шикарный веер Балтийского шторма. И занос Вознюка. И уже в абсолютном одиночестве, про что я и говорил. И еще у нас есть для вас специальный супертоп. Это самые смешные моменты нашего чемпионата. Давайте вместе насладимся этим. И посмеемся. Наверное. Может быть, не сегодня. Самые смешные моменты сезона. Не самое лучшее сальто от игрока ЦСКА-М. Стиль – это все. Сумасшедший стиль от Вячеслава Шолунова. Прыгбисты Красного Яра не заметили тумбу для мяча. И сделали ей мощный контакт. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. Синий трактор на матче «Богатыри Марий Эл». А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Эмма Гадшиева, Андрей Гарбузов и сердечки. То есть, сердечко уже так вот не сделать. Ну вот. Ставьте лайки, дорогие друзья. Нет, не эта камера. Вот ту камеру, пожалуйста. Последний пас. Вот эту вот. Вот эту, стандарт. Легендарный видеопросмотр от Алексея Лебедева и Владимира Воловика. Попытка. Я не вижу явно. Попытка, дорогие судьи. Тоги матча с Александром Юрьевичем Первухиным. Главный тренер команды Ениси СТ. Александр Юрьевич, какие впечатления от игры? Что сегодня происходило на поле на уровне? Капитал-шоу от Александра Первухина. Начинается на ООО, накачается на ОООЕ. Танец Юрия Кушнарева. И потолок, если нужно починить, мы починим обязательно. Дорогие друзья, сегодня мы активно подводим итоги сезонов Пари Высшей Лиги. И поэтому специально для вас попросили нашего прекрасного ведущего аналитика сборной России Александра Коправова определить лучших игроков. И Александр, конечно же, их определил. Давайте посмотрим. Подошел к концу, наконец-таки, этот длительный сезон. Подошел к концу и розыгрыш Пари Высшей Лиги. И по его итогам, по горячим следам, так сказать, будем отмечать ключевых игроков, которые больше всего запомнились нам на регулированных полях. Начнем с команды, которую можно ознаменовать, наверное, как самое большое разочарование этого финала четырех. В двух матчах уступили богатыри. И все же они в финале, все же они провели очень крепкую регулярку. И давайте выберем одного из линии трех четвертных. Это, конечно же, Дмитрий Карасюк, который выносит постоянно необъятный вклад работы как в атаке, так и в защите. Может отличиться, когда нужно держать оборону в середине поля. Это прорыв, это попытка богатырей! Тринадцатый номер, Дмитрий Карасюк! Но что касается второго игрока из команды богатырей, то я бы отметил, конечно же, Магомеда Курбанова, лидера атак. Настоящий такой наконечник, который может завершить атаку, которая даже не самая очевидная попытка. И, наверное, также, если брать полуфинальную встречу, то там Магомед Курбанов как раз-таки и был заметен больше всего. Магомед Курбанов! Следующий коллектив по списку – это московские армейцы. И давайте к двум игрокам из этой команды. Конечно же, хотелось отметить в первую очередь игрока третьей линии – Георгия Колосова, чья отличная игра в этом финале четырех прекрасно всем запомнилась. Но его усилий чуть-чуть все-таки не хватило для того, чтобы выйти в финал и обыграть команду «Балтийский шторм». Вот это да! Шестой номер – Георгий Колосов. Ну и второй игрок из московского ЦСКА – это центральный трех четвертой Николай Семенов. Игрок многоопытный. Есть у него опыт участия как в дисциплине «Регби-7», так и в «Регби-15». И настоящий лидер атак московского ЦСКА. Семенов! Красно-синий в игре! Команда, которая второй год подряд оказывается в финале четырех. Я сейчас говорю, конечно же, о сборной Санкт-Петербурга. Здесь можно называть много фамилий, много именитых игроков. Но хотелось отметить в первую очередь, конечно же, это хукер команды Олег Кириллов. Его коридоры, его трудоспособность. Кириллов! Ииии! Попытка Санкт-Петербурга! Фантастика! Что касается второго игрока из этой команды. Это игрок, который великолепен и в атаке, и в защите. Я отмечал его усилия в защите как раз-таки в выполнении первого захвата, который делает он просто-напросто великолепно. Это, конечно же, все про Алексея Пестова. Захват Пестова на Радченко. Новоиспеченные чемпионы пари выше лиги. Команда «Балтийские штормы» из Калининграда. Поздравляем их еще раз с этой победой. Я бы все-таки в эту двойку внес Павла Кураева. Во-первых, его игра в финале. Грамотная игра ногой. Очень все стабильно. Четкие, отлаженные передачи. Дальше Кураев на Чижова. Что касается самого лучшего игрока в финале четырех. Может захватить, может обыграть, может дать контакт, может забить поворотом практически с любой позиции на половине поля соперника. И, конечно же, все эти дифферамбы про Александра Вознюка. Вознюк. И уже в абсолютном одиночестве, про что я и говорил. В финале все-таки после хладнокровных ударов поворотом занес еще одну попытку. И абсолютно заслуженно получает звание лучшего игрока в финале четырех. Вот такой небольшой список получился. Любите регби, играйте в регби. До новых встреч в эфире. Знаете, что это такое? Конечно же, знаете. Это регбиный мяч, но это не обычный регбиный мяч. Это регбиный мяч из переработанного пластика. Могу честно сказать, не тактильно, не визуально. Он не вызывает никаких подозрений. Выглядит прекрасно. И этот парень прошел боевое крещение уже в минувшие выходные на финале четырех. Команды, которые выиграли свои матчи, заявляли, что великолепный мяч. И будем продолжать им играть. Поэтому играйте вы правильными мячами. Ну и хороший удар был. Как эмоции видеть, что в регби играют мячами от джоггера? Слушайте, это одна большая мечта. И то, к чему мы как компания, как бренд двигались долгое время. На самом деле, волнительно. Волнительно сейчас было. Но длинный путь был проделан для того, чтобы первый российский, можно сказать, профессиональный мячик для регби появился на стране. И по итогу могу сказать, что высоко оценен профессиональными игроками, сообществом. Мне это очень приятно. Самый, наверное, классный перчинк этого мяча в том, что он еще экологически чистый у нас получился. Абсолютно верно. Стремимся к тому, чтобы создавать продукты не только спортивные, но еще и чтобы они были френдли для окружающей среды. И наш мячик – это такой уже совместный плод творчества, на котором есть обучающая инфографика, которая показывает, как из выброшенной бутылки может получиться спортивный снаряд, спортивный продукт, в котором будут играть профессионалы. Так, дорогие друзья, я прекрасно понимаю, что с регби в этом году мы попрощались, но я вас хочу вернуть немного в прошлое. Перед самым стартом чемпионата России, моя прекрасная коллега Эмма Гаджиева приехала в регби на клуб «Слава» и проверила пацанов на прочность. Давайте узнаем, прошли ли парни проверку в специальный челлендж от Эмма Гаджиева. Всем привет! Добро пожаловать на регби-вид спорта, где даже за попытку дают очки. Какие щедрые люди! Здрасте, а вы главный, да? Как ты хотел выиграть! Главный тренер, ну, бегать. Не, я больше смотрю за... А мне нравится, я тоже буду смотреть за обстановкой. Хорошо, хорошо. Ногу выше, выше. Дима, вы в защите, Кура! Вы в защите! Даже я поняла, что они в защите, но... Вот, наконец-таки, мои упражнения пошли. Вот это я умею. Пасть на задницу, танцы. Сейчас мы попробуем челлендж из интернета. В нем говорится, что это могут сделать только женщины, а мужчинам это не дано. Давайте проверим, так ли это. Первый раз я не смогла, я сама упала. Значит, мы встаем. Сначала вот так. Раз, потом два, три. И убираем руки. Они спортсмены. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И убираем руки. Молодец. Ну, старался, старался. Итак, на очереди Максим. Готов? Надо встать. О-о-о, браво, браво, браво. Самый, этот, хороший, да, в команде? Самый скромный, самый скромный. Мне нравится, как сосредоточенно Данил исполняет каждое движение. Ах, что с ними делать? Вам тренер, да, дает это упражнение? Признавайся. А вот давайте тренера и проверим. Ну что, Максим Витальевич сегодня на тренировке бегал больше всех. Попробуем. Ну, смотрите, они смотрят, ваши ученики. Покачали головой. Он хитрит. Молодец, молодец, Максим Витальевич. Раз, два, три. Отлично. Кайф. Вот, наконец-то, нормальный вид спорта для меня на руках носит. Люблю регби. Мы переходим к нашей прекрасной рубрике. Три вопроса от наших зрителей. Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под этим видео. Мы их отсмотрим, отсортируем и ответим на все ваши вопросы. Итак, поехали. Первый вопрос. Самый мой полюбившийся, наверное, телезритель – это Руслан. Руслан просто заваливает нас вопросами. Хорошо, что мы работаем не как почта России. И сразу оперативно Руслану отвечаем. Итак, Руслана вопрос звучит следующим образом. Предусматривается ли правилами проведения игр чемпионата на искусственном поле? Руслан, в рамках чемпионата России домашним стадионом у Стрелы Акбарс является стадион Тулпарк, где установлено синтетическое покрытие последнего поколения. У них есть разрешение, есть сертификат от World Rugby и Rugby Europe о том, что в рамках этого соглашения, этого разрешения они могут проводить у себя матчи, чемпионат России, чемпионат Европы и европейских копках. Поэтому, Руслан, на синтетическом поле играть можно в регби. Второй вопрос звучит следующим образом. Есть ли возможность, видимо, у Федерации регби России снять фильм полноценный про регби? Уважаемые зрители, тематически про регби снято несколько произведений, но я отмечу самое главное. Это, наверное, фильм «Начать сначала», где главную роль исполнил Владимир Сучев и также ему помогали в этом Юрий Кушнарев и Александр Юрьевич Первухин. И есть сериал про регби, он называется, ну, как бы, регби. И можете, в принципе, посмотреть, там также переплетение судеб игроков мужской и женской команды. Поэтому вот так вот. За кем следить болельщикам в ожидании нового сезона? Так звучит ваш третий вопрос. Могу вам честно сказать, можно просто следить и наблюдать за регби, потому что чемпионаты в других странах еще продолжаются. Есть кубки, есть европейские кубки. Скоро у нас живет мировая серия по регби-7. Ну и, конечно же, не забывайте, в Европе играет наш великолепнейший игрок, это Кирилл Готовцев, еще есть несколько ребят. Всю информацию, дорогие друзья, вы можете посмотреть на регби-информационном портале RUGGER.INFO и также на официальной странице в Телеграм-канале Матч Регби. Там будет вся информация, поэтому заходите, переходите, читайте, смотрите за тем, за кем вам хочется наблюдать. Это было круто, дорогие друзья. Регби-информационный сезон подошел к концу, еще осталось пару туров о регби-7. Ну, это уже такая, знаете, ложка меда в бочку с дегтем, потому что мы прощаемся с большим регби. Увидимся в следующий сезон, дорогие друзья. Это было круто, это было фундаментально, это было шикарно. Смотрите регби, играйте в регби, любите регби, знайте, что регби самая лучшая в мире игра с вичом. С вами был Кирюха Кошарин, всем регби, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok